добрый день уважаемые коллеги как хорошо меня слышно пожалуйста пожалуйста поставьте плюсики в чат если видите меня хорошо и слышите спасибо я рад вас приветствовать на нашем втором в этом сезоне вебинаре напомню что меня зовут калиников павел юрьевич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа спасибо что вы пришли на наш этот вебинар мы впервые наверное доросли до такого уровня нашего проекта директ академия что нам приходится делать вебинар о вебинарах и я надеюсь что вы не пожалеете что пришли сюда потому что есть много что рассказать о наших вебинарах о наших спикерах и представить те темы которые у нас будут в течение года не сухой строчкой или даже описанием в расписании а каким-то более более подробным и может быть иногда более эмоциональным описанием устным ну и а может быть не удастся больше прояснить логику построения нашего расписания вот и рассказать кроме отдельных тем о наших ну во первых о наших циклах то есть о том как мы делим наши вебинары на циклы и во вторых о том что мы называем треки то есть на ряд вебинаров которые читают у нас одни и те же спикеры вот об этом сегодня мы с вами поговорим и давайте сразу начнем об этом говорить как всегда да я говорю что все материалы нашего сегодняшнего вебинара во первых записываются и будут доступны в записи записывайтесь пожалуйста на наш видеоканал в ютюбе ссылочку можете получить в самом начале чата если перемотать его к началу там же вы увидите вторую ссылку эта ссылка на наше интерактивное расписание и об этом интерактивном расписании мы сегодня с вами поговорим ничего сложного в нем нет надо просто знать что это расписание выполнено и в виде оси времени на этой оси находятся наши все вебинары и как только вебинар проводятся через некоторое время строка записаться изменяется на строку смотреть запись вот таким образом наше интерактивное расписание является одновременно и архивом всех наших предыдущих в текущем все в текущем сезоне по крайней мере мероприятий и если кто-то из вас пропустил нужное мероприятие то можно воспользоваться этим расписанием для того чтобы посмотреть его запись вот да ну и еще как всегда для тех кто первый раз к нам приходит все участники мероприятия получают сертификат но у нас есть некоторая задержка в исправлению нашей технологии наша прошлогодняя технология к сожалению почила базе и мы сейчас по новой организуем выписку электронных именных сертификатов я думаю что вся эта система будет готова где-то к середине или концу сентября но те кто приходит в начале сентября на наши мероприятия не пропустят ничего мы их запишем и потом тоже пришлем сертификаты ну а сейчас давайте начнем итак что такое директ академия в этом году мы называемся директ академия это произошел небольшой ребрендинг этого названия в прошлом году под директ академии мы понимали несколько более широкий проект включающий в себя также и систему дистанционного обучения производства электронных учебных курсов обучение авторов электронных учебных курсов но в этом году у нас с одной стороны произошло отсечение вот части нашего бренда с другой стороны мы его существенно расширили и уточнили то есть теперь у нас бренд такой более цельный он включает себя только нашу вебинарную программу но зато сама вебинарная программа выросла обросла новыми спикерами и сегодня вы увидите насколько она обширна самое главное что выросла ее экспертность и эта экспертность разрослась а в разные в разные стороны с чем мы сегодня сможете убедиться как я уже говорил на нашем первом вебинаре в этом году у нас беспрецедентная по объему и охвата программа вебинаров более 150 вот настоящий момент у меня в расписании сто пятьдесят три вебинара правда некоторые из них не определены пока но а мы уже примерно знаем что станет на эти места неопределенные и так более 150 вебинаров это не считая тех вебинаров которые мы ведем непосредственно для вузов которые для наших потенциальных или действительных вузов партнеров с которыми мы работаем и которые просят нас провести точечные вебинары для своих сотрудников то есть 150 вебинаров это только вот общего характера которые попали в расписание уже десятки тысяч человек посетили наши вебинары в прошлые годы мы прошли путь от 5 вебинаров в год вот до программы в 150 вебинаров и сейчас я ее эту программу вам представлю и так по адресу директ академия ру теперь есть наш небольшой сайт сайт главной частью этого сайта является интерактивное расписание вебинаров собственно вот адрес директ академия ру которые я вам уже рекламировал начале вебинара это адрес который ведет собственно страницу вебинаров и главной частью этой страницы вебинаров является интерактивное расписание выполнено в форме оси времени. Что означает «выполненная в форме оси времени»? Это значит, что под описанием каждого вебинара есть вот такая полоса. Это интерактивная полоса, на которой можно увеличить или уменьшить масштаб времени. И на этой оси времени есть вкладочки, соответствующие названию вебинара. По ним можно щелкнуть напрямую и посмотреть, что это за вебинар. Либо сразу перейти, например, в декабрь, январь и начать листать те вебинары, которые там существуют. Кроме этого, можно листать вперед-назад, чтобы смотреть все вебинары подряд в текущем режиме. Как я уже сказал, по ссылке «Зарегистрироваться» из этого расписания вы можете всегда зарегистрироваться на вебинаре. В случае же, если вебинар уже прошел, как правило, в конце текущей недели все вебинары, которые были записаны на прошлой неделе, появляются на нашем видеопортале. И в этот момент надпись «Зарегистрироваться» сменяется на надпись «Смотреть запись». И нажав на нее, вы можете просто посмотреть тот вебинар, который уже прошел. Кроме того, на этой же странице в качестве дублирующего материала воспроизводится от двух до пяти ближайших ключевых вебинаров. Эта запись не всегда совпадает с полным перечнем ближайших вебинаров, которые можно посмотреть в интерактивном расписании, построенном по принципу оси времени. Просто потому, что нам иногда хочется некоторые наши вебинары, ну скажем так, приподнять в этом расписании, обратить на них большее внимание. А некоторые вебинары остаются у нас только в оси времени. А иногда наоборот, нам хочется тот вебинар, который уж больно вызвал много поклонников, много зарегистрировавшихся, временно убрать, потому что мы беспокоимся за переполнение нашей комнаты. К сожалению, вебинарные системы построены по принципу, их тарифы построены по принципу, чем больше вы заказываете вебинарную комнату, тем больше вы вынуждены платить. В настоящий момент оптимальный размер нашей вебинарной комнаты, как мы посчитали, это 100 человек. Мы в 90% случаев укладываемся в эти рамки, хотя число зарегистрировавшихся у нас, как правило, бывает больше, но есть и процент конверсии из зарегистрировавшихся в реальные посетителей вебинаров. Но иногда, вот в 10% случаев, и мы заранее извиняемся, у нас происходит переполнение нашего класса виртуального, и в этом случае те люди, которые зашли первыми, они занимают места, а уже 101 человек войти в вебинарную комнату не может, к сожалению. И вот ближайший аншлаг, который у нас ожидается, это понедельничный вебинар «Марина Орешко». На него уже зарегистрировалось больше 190 человек, и я планирую, что это будет очень сильный, возможно, будет аншлаг. Поэтому, ну, считайте, как хотите. Либо то, что я рекламирую этот вебинар, либо наоборот, то, что я вас пугаю. Воспринимайте, как хотите. Да, так вот, вот в этом разделе «Ближайшие ключевые вебинары» — это наши акценты по тем вебинарам, которые состоятся в ближайшую неделю-полторы, максимум 10 дней. И в отличие от расписания интерактивного, где все пересчитывается автоматически на основе некой таблицы, это наш такой ручной режим представления вебинаров. Как я говорил, мы с прошлого года занимаемся бесплатной рассылкой электронных именных сертификатов. Вот так выглядят наши сертификаты примерно, с фоксимильной печатью и подписью, и с вашей фамилией, с названием вебинара и с датой прохождения вебинара. Но всегда имейте в виду, и мы всегда предупреждаем, что для того, чтобы ваш сертификат был такой, как вы хотите, пожалуйста, во-первых, регистрируйтесь под своим реальным и полным фамилией, именем и отчеством, пишите их с большой буквы, не применяйте никнеймы, различные клички или сокращения, и тогда ваш сертификат будет такой, как надо, потому что сертификаты выписываются автоматически, и как вы себя назовете, так ваша яхта и поплывет. Вот, да, ну и естественно, вы должны указать при регистрации свой действительный адрес электронной почты, куда этот сертификат попадет. В противном случае он попадет куда-то в ту почту, куда он не может попасть. И, наконец, третий момент, всегда просматривайте, пожалуйста, папочку «Спам», если ждете сертификат, потому что, как любая рассылка, письма подобного рода могут иногда редко попадать туда. Вот, поэтому, вот заранее прошу извинить, иногда приходится поступать подобным образом. Наши вебинары, как известно, я даже не стал об этом писать, хотя, может быть, стоило на первом же слайде написать. Как вы уже знаете, они открытые и бесплатные, то есть это не коммерческий проект компании «Директ Медиа», это, скорее, корпоративная медиа наша, тот наш голос, к которому мы что-то хотим донести до вас. Вот, но открытость наших вебинаров заключается не только в их бесплатности и не только в том, что вы можете свободно записаться, но и в том, что записи вебинаров публикуются все, ну, за редким исключением, когда, может быть, происходят какие-то технические сбои, и иногда бывает, что приглашенные спикеры не очень хорошо относятся к свободной публикации вебинаров на YouTube. В прошлом году, например, такого вообще не было, в позапрошлом были случаи. Так вот, все вебинары записываются на нашем канале, на нашем видеоканале. Для тех, кто зашел позже, еще раз повторяю, что подписаться на наш видеоканал можно, перемотав чат в самое начало, и там увидите ссылку, по которой надо ткнуть, чтобы подписаться на наш видеоканал. Итак, все записи тоже открыты, и их можно использовать в любой момент, как учебный материал для вас и, может быть, ваших студентов и абонентов вашей библиотеки. На нашем канале вы найдете плейлист вебинаров, и именно в этом плейлисте собраны все вебинары за всю историю Директ Медиа, которые были у нас проведены. Мы стараемся наши вебинары отмечать разными изображениями обложки, и каждый год или полгода меняем обложку. Вот это изображение обложки было в прошлом году, вы легко узнаете, что это прошлогодний вебинар. А с этого года у нас будет вот такая вот обложка, и по этой обложке вы узнаете все вебинары этого года. Пока там только один вебинар, который был приведен мною позавчера. Ну, вот достаточно просто в этом плейлисте ориентироваться из-за такой политики нашей. Итак, ну, а теперь мы переходим к самому интересному. Это к рассказу о наших спикерах, потому что, конечно, наш проект вебинарный, он держится на интересности тех спикеров и тех тем, которые они определили для вебинаров. И в этом году мы пригласили очень интересных людей, о которых я расскажу сегодня. У нас три цикла вебинаров. В этом году мы отказались от академических названий для наших циклов, которые определяют суть этих циклов, а поделили их на вот такие простые, на три простых названия. Это вебинары от первого лица, цикл от первого лица. Предполагается, что в этом цикле будут выступать первые лица компаний или иногда создатели продуктов каких-то или евангелисты, как сейчас говорят иногда, которые способны увлечь вас своими продуктами. Второй цикл. Да, ну и уже очень скоро как раз такие вебинары у нас на следующей неделе начнутся. В частности, начнется, пройдет вебинар от издательства «Владес», где директор издательства выступит. Следующий цикл называется «Эксперт на связи». Это наиболее общий такой цикл для наших приглашенных экспертов. И тут нельзя сказать, какой из этих циклов наиболее интересен. Конечно, эксперты, даже, может быть, не являясь первыми лицами в своих компаниях, иногда настолько интересны, что не предоставить им слова – это просто преступление. Поэтому вот первые два цикла – это циклы для приглашенных экспертов. И это как раз та часть, которую мы в этом году существенно расширили. Ну и, наконец, последний цикл вебинаров – это в полдень с Директ Медиа. Мы обращаем внимание, в полдень мы стараемся все наши вебинары проводить 12 часов, для того, чтобы приучить вас к этому времени. И так гораздо удобнее. В некотором смысле это некий аналог. Если кто-то помнит, давно-давно была такая передача «В рабочий полдень». То есть она всегда происходила в 12 часов. Вот у нас тоже мысль такая, что все наши вебинары будут происходить в 12 часов ровно. Поэтому цикл называется «В полдень с Директ Медиа». Хотя уже как минимум один вебинар пройдет не в 12 часов, а в 11. Но это по просьбе одного из авторов наших. Так вот, цикл «В полдень с Директ Медиа» – это цикл вебинаров сотрудников компании Директ Медиа, которые расскажут вам, в том числе и в моем лице, о наших продуктовых вебинарах. То есть исторически это самая первая тема наших вебинаров. То есть о том, какие у нас есть продукты, как ими пользоваться, о функционале, о том вообще, какие есть у нас продукты и так далее. Ну, чуть попозже я познакомлю вас с этим. Ну и, кроме этого, здесь есть вебинары мои, которые не укладываются в это понятие продуктовые вебинары. Они, скорее, подходят под второй пункт. Это мои вебинары, связанные с электронным обучением, с тематикой электронного обучения и разработкой электронного учебного контента. Ну, а теперь давайте подробнее рассмотрим наши циклы. Итак, наш цикл «Вползень с Директ Медиа». Как я говорил, это наши продуктовые вебинары прежде всего. Второе, более общий круг вебинаров – отраслевые вебинары. Здесь у нас выступает директор компании «Директ Медиа» Константин Костюк. Вы сейчас увидите, с какими темами он будет выступать у нас. И, как я уже говорил, электронное обучение и работа с учебным онлайн-контентом – это моя тематика. Вот эти вебинары проведу я. Вот наши спикеры. Возможно, это не все. Возможно, к ним прибавится еще несколько человек. Константин Николаевич Костюк, генеральный директор наш, заместитель генерального директора Олег Владимирович Молодецкий. Он выступает у нас не часто, но по теме и, как правило, говорит о проблемах оптимальной комплектации электронной библиотечной системы, о наших коммерческих предложениях и так далее. Павел Юрьевич Калиников, ваш покорный слуга, я уже сказал, какую тематика за мной. Анна Иванова. Ну, в этом году она у нас, скорее всего, выступит только во втором семестре. Это ответственный редактор издательства «Директ Медиа». Ее тематика связана с работой с авторами и продвижением электронных изданий. Юлия Долбилова, руководитель Приволжского филиала университетской библиотеки онлайн. За ней тематика по нашему проекту «Библиошкола». Константин Леонтьев, наш юрист, он в прошлом году дебютировал и в этом году повторит или обновит свой вебинар по интеллектуальной собственности в интернете, как защитить ее, как действует авторское право и гражданский кодекс в интернете. Мы его ждем уже, если не изменяет память, в середине октября. Наталья Башкова на следующей неделе совсем скоро уже выступит. Я думаю, за ней будет несколько вебинаров в этом году. Она у нас расскажет про тематические коллекции электронных изданий в нашей ЭБС и в других наших продуктах в библиошколе, в бизнес-библиотеке и так далее. Я сам очень люблю тематику тематических коллекций. Это очень интересный наш, не продукт, а свойства наших продуктов, скажем так. И вот Наталья уже на следующей неделе расскажет. Внутри нашего цикла есть треки вебинаров, то есть набор вебинаров. Некоторые из наших спикеров читают много вебинаров. И вот внутри цикла «В полдень с Директ Медиа» такими спикерами являются Константин Костюк, наш директор, и ваш покорный слуга Павел Калиников. Константин Костюк определился уже с вот такими вебинарами. Это пока вебинары только на первую половину года. На вторую половину его вебинары будут известны чуть позже. Они появятся в нашем интерактивном расписании. И в начале семестра, в январе, или в конце семестра этого, в начале января, короче говоря, в начале 2018 года я проведу аналогичный вебинар с тем, чтобы рассказать о расписании уже на последние полгода. Так вот, уже на следующей неделе Константин Николаевич выступит с вебинаром «Кризис монографии и задачи библиометрии». На этот вебинар уже больше сотни человек записалось, так что спешите записаться. Ну и следующая тема – издательские проекты «Директ Медиа». 15 лет работы между цифрой и бумагой о некоторых итогах деятельности нашей компании за 15 лет, который уже 15 лет занимается различными формами электронно-издательской деятельности. Формирование электронно-книжных ресурсов на текущих образовательных рынках. Издательские тренды и стратегии. Вот об издательских трендах традиционно Константин Николаевич рассказывает каждый год. Почему авторам ЭБС быть выгоднее, чем авторам в издательстве? Ну, это наша такая общая тема. На эту тему и у меня будет похожий вебинар. Это, собственно, объяснение авторам, прежде всего, вузовским нашим авторам, почему подготавливать электронные издания собственного научного или учебного труда гораздо выгоднее, чем делать это в бумаге. Ну, и такая философская тема. Ресурсы открытого доступа, блестящие перспективы или великие соблазны. Аналогичный вебинар у Константина Николаевича был в прошлом году. Это вебинар на тему, размышления на тему о том, что можно и хорошо бесплатно получить в интернете, а что хорошо, правильно и удобнее получить внутри закрытых источников. Не закрытых, а точнее, скорее, платных, потому что совсем закрытые – это другая тема. Это открытые, но платные источники. Что брать в платных библиотеках, что можно взять в открытом интернет-пространстве. Следующие темы – это другая реальность, электронная книга в академических и публичных библиотеках США. Ну, как известно, США и частично Англия, они опережают весь мир по электронной издательской деятельности. Там до 20% книг уже в электронном виде выпускается. Вот, и этот опыт и будет обобщен в данном вебинаре. Следующий вебинар – библиотеки и агрегаторы на нишевых образовательных рынках. Бесконечный бег с препятствиями. Ну, это рассказ про ЭБС, про электронные библиотеки. Точнее, вам сейчас не скажу. Следующий вебинар – «Тайна власти электронных медиа. Сделают ли они с книгой то, что творят с периодикой?» Ну, тут намек на то, что газеты потихонечку бумажные умирают и переходят в электронный вид. И при этом с ними происходят совершенно головокружительные изменения, такие как ребрендинг. Они перестают быть брендом как таковым, потому что перестает быть понятием, интересным для пользователя понятие выпуска. Теперь главное – это либо имя автора, либо конкретная статья. И все равно, читателю все равно, какое издание он читает. Главное, что он в Фейсбуке или поиском нашел какую-то статью и ее прочел. Будет ли то же самое с книгами или нет, об этом расскажет Константин Николаевич. Ну и последняя тема. По мере развития событий по ней еще не созрели все факты. Поэтому, пока эта тема отодвинута аж на июнь 2018 года, это стандарт по ЭБС – взойти или объехать. Как известно, по электронным библиотекам готовятся государственный стандарт. В прошлом году мы об этом докладывали, но работа не была еще завершена. Поэтому в этом году мы продолжим рассказ. Ну и мои вебинары. Прежде всего, это продуктовый трек. Это рассказ о наших электронных библиотечных системах, о книгофонте, об университетской библиотеке онлайн. Об университетской библиотеке будет несколько подробных вебинаров про возможности библиотекаря, отдельно по сервису книгообеспеченности, который достаточно сложный. Отдельно будет вебинар для пользователей университетской библиотеки онлайн, для преподавателей и студентов. Ну, сам вебинар не для студентов будет, а о возможностях для конечных пользователей. И я расскажу о других наших продуктах. Библиотека Nonfiction для публичных библиотек. Вебинар для преподавателей-авторов. Издательство Директ Медиа и преподаватели работаем вместе над электронным учебным изданием. И три вебинара по проекту, который мне очень близок и которым я сам занимаюсь. Это ArtPortal и ArtTeka. И все эти вебинары пройдут как в первом семестре, так и примерно в том же составе во втором семестре. Следующий вебинар, который я буду вести, это контентный трек. Это в основном об электронном обучении и о онлайн-контенте, как его готовить, инструментарий и так далее. Первые три вебинара это вебинары об учебном видео, как готовить учебное видео, как его выбрать, тип учебного видео необходимый, как подготовиться к записи учебного видео и как записать и отредактировать учебное видео. Ну и закончится вебинаром по Пури бесплатных инструментов для разработки учебного видео. Дальше два вебинара по работе с текстом в учебном контенте, по электронной типографике и работаем с новыми формами и структурами текста. Далее использование бесплатных интернет-сервисов для продвижения своего учебного курса. Следующий вебинар впервые я буду проводить, подобный вебинар, это вебинар очень просто, практические советы преподавателям, которые стремятся стать ведущими вебинаров. Я постараюсь обобщить опыт ведущего вебинарами. Некоторые советы по качеству учебного контента. Далее вебинар по созданию такого, с использованием такого элемента, как ось времени, как ее создать и сделать интерактивной. Следующий вебинар об подготовке интерактивных путешествий в учебном контенте и о использовании гигапиксельных изображений в учебном контенте. Кстати, этот вебинар, но уже не внутри нашего цикла, а совместно с компанией Direct Media пройдет совместно, прошу прощения, с компанией RACURS. Мой вебинар пройдет совсем скоро, 13 октября. Вы можете на него записаться в ближайшие рассылки, которые состоятся сегодня или в понедельник. Вы увидите ссылку на этот вебинар. Ну и последний вебинар, которого не было тоже в прошлом году, это создание интерактивных карт и использование геосервисов. Тоже очень важная вещь, которая пользуется сейчас большой популярностью. Ну, о себе хватит. Давайте теперь расскажу про цикл от первого лица. Это вебинары первых лиц компаний, партнеров Direct Media, вебинары издателей партнеров Direct Media, а также вебинары основателей и первых лиц хай-тек компаний и компаний-вендоров программного обеспечения. Вот примерный состав. Правда, это больше прошлого года, но этих же людей мы будем привлекать и в этом году. Хотя, может быть, некоторые из них пока еще не в нашем расписании. Не буду их называть, лучше подробнее расскажу. Единственный трек внутри этого цикла, остальные все вебинары одинарные или максимум двойные, это опять мы пригласим, как в прошлом году, во втором семестре, Дмитрия Кречмана из компании Hypermethod. Это директор по маркетингу, ну или прямо, скажем, лицо компании Hypermethod. Компания Hypermethod, это компания-вендор, она производит программное обеспечение, систему дистанционного обучения и связанные с ней компоненты другие для организации информационно-образовательной среды в компании и в ВУЗе. И почему мы так подробно и приглашаем на большое количество вебинаров Дмитрия? Потому что, в отличие от его коллег, может быть, его программное обеспечение очень хорошо стыкуется с ВУЗом, и они специальное внимание уделяют именно вузовским вопросам. Поэтому будет опять шесть вебинаров. Это будут вебинары про СДО, систему дистанционного обучения. Будут вебинары про портфолио, про создание курсов внутри этой системы. Ну, в общем, будет, я надеюсь, много интересных вебинаров. Пока конкретные названия Дмитрий мне не передал, но думаю, что в ближайшие пару месяцев они появятся. Ну, и вот тут же я помещаю вебинары друзей, друзей-соперников, так сказать. Еще одна разработка – это WebTutor. И мы в этом году пригласили Алексея Королькова, генерального директора компании WebSoft, который нам расскажет о своей СДО, которая называется WebTutor. Возможно, о каких-то еще системах своих расскажет. Вот. Традиционно WebTutor не так сильно представлен на вузовском рынке. Ну, я думаю, что Алексея будет что по этому поводу сказать. И, может быть, он склонит вас именно к своей системе. На рынке корпоративном WebTutor, наверное, в России это номер один. И вообще, если вы иногда смотрели по электронному обучению резюме или требования работодателей, то знакомство с WebTutor всегда повышает шансы на то, чтобы устроиться на работу по этому направлению. Поэтому этот вебинар обещает быть очень интересным. И второй вебинар аналогичный. Это нам расскажут о системе Moodle. Ну, система Moodle, в отличие от предыдущих двух систем, не является системой, которую разработали и написали в России. Это открытый продукт с открытым кодом, который пишет сообщество и дополняет сообщество. В частности, у этого продукта есть масса полезных плагинов, которые можно подключить к нему и улучшить его какие-то характеристики. И об этой системе нам расскажет Алексей Дьяченко, заместитель генерального директора компании открытые технологии. Открытые технологии – это представитель Moodle у нас в стране. Несмотря на то, что Moodle – это открытая система, но у нее есть некий коллектив, который занимается ее разработкой. И вот их представителем в России является компания открытые технологии. В России Алексей расскажет вообще о системе Moodle и о тех предложениях, о тех улучшениях и о том варианте системы, которые они поставляют. Ну, кроме того, Алексей, насколько я знаю, у них богатый опыт по внедрению Moodle именно в ВУЗы. И есть специальные вузовские системы, такие как электронный деканат. Они очень хорошо умеют интегрировать Moodle с другими системами ВУЗа. Так что это будет достаточно интересно. Уже очень скоро, 14 сентября, выступит от издательств «Партнеров» Ольга Бородина, генеральный директор издательства «Владос». Вот у нее такая достаточно длинное название ее темы, посвященную образованию детей с интеллектуальными нарушениями. Я думаю, будет это интересный вебинар. И это первый наш опыт, когда издательства с нами, сотрудничающие, делают вебинары у нас. Я надеюсь, мы дальше будем периодически издательства приглашать. И второе издательство, которое у нас выступит тоже достаточно близко, 4 октября уже, это издательство «Инфроинженерия». Генеральный директор Кирилл Уваров выступит 4 октября. Горячие технические новинки холодного лета 2017 года расскажет нам о своем издательстве и о том, что в нем происходят, какие новинки в издательстве. 8 ноября будет очень интересный вебинар Аллы Носковой. Алла Носкова – это основатель ряда интернет-компаний и интернет-проектов. В данном случае нас интересует ее проект, который называется «Поступи онлайн», которому уже полтора года. И за эти полтора года этот проект стал, наверное, ведущим интегратором предложений от ВУЗов. Это очень интересный для ВУЗов проект, но в данном случае будет информация не только для ВУЗов, но и для старшеклассников, абитуриентов, педагогов, профориентаторов. Ну и если есть возможность, передайте информацию об этом вебинаре в ваши приемные комиссии. Я думаю, что для них это будет очень интересная информация. Алла расскажет нам о своем продукте «Поступи онлайн» и о том, как его использовать в ВУЗах. Следующий суперинтересный человек, с которым я лично знаком и которого лично приглашал, это Сергей Москалев, создатель приложения Punta Switcher. Ну, на самом деле, он много что еще интересного сделал. Он и сотрудник компании «Яндекс», и самостоятельный предприниматель. Ну, мы решили поговорить о Punta Switcher. Вообще, вот это название я придумал, да, поэтому не обвиняйтесь, пожалуйста, Сергея в нескромности. Punta Switcher – это действительно легенда. Это программа автоматического переключения клавиатуры, которая стоит практически на каждом компьютере. Ну, у гуманитариев на каждом компьютере точно. Его не очень любят программисты, потому что, когда они программируют, переключение клавиатуры совсем автоматическое, не нужно, ведет к ошибкам. А так-то это одна из самых популярных российских программ, которые существуют вообще в России. Ну, и вообще, сама идея генеральна была ее создать, смотреть, что человек вводит. И если сочетание клавиш на данном языке является недопустимым, переключить язык автоматически. Я думаю, что эта программа сэкономила больше времени и средств по совокупности в стране, чем какие-нибудь крупные компании. Ну, не будем с «Газпромом» сравнивать, наверное. Это та программа, которая реально повышает производительность труда миллионов людей. Поэтому я всех приглашаю на этот вебинар. Кроме всего прочего, Сергей просто очень интересный рассказчик и человек, поэтому его обязательно стоит послушать. Ну, кстати, может быть, он расскажет о каких-то новинках, и это тоже будет интересно. Столь же интересный человек, с которым меня свела судьба однажды, это Сергей Гевлич. И он расскажет о своем, ну, может быть, не только об этом, о своем детище, которое называется «Объясняшки». «Объясняшки» — это приложение, которое позволяет легко и непринужденно делать анимацию, анимационные ролики на своем iPad. Вот. Для этого, ну, просто на порядок сокращается объем работ и, самое главное, необходимые умения по созданию анимации. Вообще, создание анимации — это сложный процесс, конечно. А вот это приложение делает этот процесс гораздо проще и приятнее. Вот. Ну, и Сергей сейчас занимается не только этим, но и на основе своего как раз продукта «Объясняшки». Он делает, выполняет много конкретной работы, то есть делает ролики и в качестве студии. В частности, замечательные учебные ролики им сделаны, замечательные промо-ролики для вузов, для отдельных специальностей. Например, для специальности, если не изменяет память биотехнологии или что-то вроде этого, высшей школы экономики, было сделано там пять или семь промо-роликов совершенно замечательных. Вот. Поэтому я бы попросил пригласить на этот вебинар сотрудников рекламных отделов вузов, если такие будут у нас. Им этот вебинар может понравиться, они могут понять, как в разы сэкономить рекламный бюджет на промо-ролики для вашего вуза. Поэтому милости просим на этот вебинар. Еще один совершенно классный, интересный и умеющий рассказывать человек – это Сергей Снегирев из Риги, основатель компании «Интеа». И он вас познакомит с одним из, с одной из своих разработок. Вообще Сергей делает электронные учебные курсы на заказ от многих заказчиков в Европе. Ну, из Риги это гораздо удобнее делать, да. Для англоязычных заказчиков, международных заказчиков в основном. Ну, и в ходе работы над курсами оказалось, что приходится делать много диалогов, так называемых, онлайн-диалогов, интерактивных диалогов. Это очень трудоемкая вещь для создателей электронного учебного контента. И в результате Сергей пришел к выводу, что надо сделать специальный сервис. И они создали специальный сервис, который теперь можно найти в сети. Называется он «Брэнч Трек». И вот о нем он расскажет. При помощи этого сервиса можно достаточно просто создавать диалоговые тренажеры, не будучи специалистом, не будучи разработчиком, программистом и дизайнером. Практически вот в одно касание сам преподаватель может создавать диалоговые тренажеры. Ну, и теперь расскажем о цикле «На связи с экспертом». В этом цикле выступят ведущие эксперты в своих областях знаний. Какие это области? Высшее образование, библиотечное дело, электронное обучение, искусствоведение. Это для нас новая тема. Но не новая, имея в виду, что у нас есть проект, который называется «Арт-портал». Мы давно хотели этот проект продвигать не только прямо, рассказывая о нем, но и чтобы наши вебинары были интересны тем людям, которые, собственно, могут являться потребителями нашего арт-портала со стороны школ, со стороны вузов, преподавателей соответствующих дисциплин в вузах и в школах, в техникумах, может быть, в колледжах. И вот поэтому у нас целый трек будет посвящен проблемам искусствоведения. Об этом я тоже сейчас расскажу. Как всегда, IT, ну куда без IT, любая из этих областей без IT никуда не девается, поэтому отдельно экспертов по IT мы тоже приглашаем. По работе с учебным онлайн-контентом, ну как я, так и другие коллеги будут вести, вот о других пойдет речь, и многое-многое другое. Давайте перейдем от слов к делу, и я познакомлю вас с этими людьми. В этом цикле есть четыре трека, и вести их будут Татьяна Телегина, Софья Багдасарова, наверное, хорошо известный вам Юрий Николаевич Белоножкин, и Марина Орешко. Сейчас мы о них расскажем. Я о них расскажу. Татьяна Телегина. В прошлом году ее вебинары были наиболее востребованными из всех вебинаров, которые мы вели, поэтому мы ее в этом году тоже пригласили. Татьяна расскажет о вопросах публикационной активности, о том, как делать ВКР, какие ошибки не совершать. В этом году она немного расширит свой репертуар. Ее вебинары будут проходить в среднем два раза в месяц. Но в сентябре, правда, ее не будет. Начиная с октября достаточно активно. Первая научная публикация, оформление публикации для Scopus и World of Science. Вопросы визуализации. Два вебинара будут. О эффективной работе в PowerPoint. О креативных приемах в обучении. Дальше вот две темы про ВКР, которые она назвала «Фэншуй для ВКР». И также такой подтрек, который называется «Библиография для небиблиографов». Подробный рассказ о библиографических проблемах для тех, кто не является профессиональным библиографом, но тем, кто пишет учебные и научные статьи, пишет дипломы, дипломные работы, диссертации и так далее. Ну и вот окончание этой темы, генераторе библиографических описаний и ссылок, библиографическая евристика. Вот эта тематика Татьяны. Следующий наш автор – это Юрий Белоножкин. Он, как всегда, расскажет об электронном обучении. У него всегда очень интересные и нестандартные темы. В частности, первые четыре его вебинара будут присвящены такой интересной теме, как создание образовательных ботов. Ну, что такое образовательный бот? Это когда вы куда-то заходите, и вам там сразу всплывает такое сообщение, вы начинаете общаться, по сути дела, с роботом. Если этот робот умный, он может ответить на ваши вопросы, потому что 90% в вопросах пользователей – это вполне формализуемые вопросы. На них можно ответить сразу, не прибегая к услугам реального живого человека. И вот первые четыре вебинара будут посвящены этому, как создать бота-энциклопедиста, бота-диагноста, бота-тьютера. А дальше идут темы по онлайн-обучению, психология онлайн-воздействия, методика и практика социального конструктивизма в онлайн-обучении и бизнесе. Дальше идут две темы про аватаров. Я, честно говоря, даже не знаю, о чем он будет рассказывать в этих темах, но, наверное, будет интересно. Сам послушаю. Две темы, посвященные видеостримингу, то есть созданию видеопотоков прямым трансляциям в социальные сети, в YouTube и так далее. Это очень полезно иногда. Это некий аналог и альтернатива вебинарам или дополнение к вебинарной деятельности. Ну и несколько тем будет посвящено инструментарию преподавателя про компьютерную анимацию в системе VideoZone, про систему онлайн-комментариев, про видео для социальных сетей в системе Racketium. Замечательная система, кстати, я о ней буду тоже рассказывать в своем онлайн-курсе, который начнется в конце октября. Ну и компьютерная анимация в системе Promise, наверное, для педагогов. Не знаю эту систему, но наверняка тоже будет интересно. Следующий наш трек вебинаров это блистательная Софья Багдасарова. Впервые она у нас появится. Это историк искусства, искусствовед и очень популярный блогер об искусстве. Это человек, который умеет рассказывать об искусстве очень понятным и интересным языком, иногда даже провокационным, с чем, возможно, связано количество ее почитателей. Это десятки тысяч человек, которые читают ее блог. Ну, кроме того, это не последний человек в российской Википедии, один из администраторов российской Википедии, которая, точнее, добавила в нашу русскую Википедию тысячи и, возможно, даже десятки тысяч изображений по искусству. То есть внесла огромный вклад в дело, энциклопедическое дело в России. И поэтому я попросил ее, это моя личная просьба, первые два из ее десяти вебинаров, а ее вебинары будут ежемесячными, посвятить как раз вопросам Википедии, таким вопросам, которые могут быть интересны преподавателям и библиотекарям вузовским. Это первое. Как Википедия хранит старинные книги? Википедия как книгохранилище. Мало кто из, к сожалению, из библиотекарей знает, что Википедию можно использовать как замечательный фонд открытых электронных ресурсов, и не просто электронных ресурсов, а электронных ресурсов под лицензией, под открытой лицензией, что означает, что их можно брать, можно перерабатывать, можно с ними делать что угодно. И при условии указания авторства, в общем, сделать с ними можно что угодно, производные произведения и так далее. Ну и вторая традиционная уже для википедистов тема, это Википедия и ложь, как определить, что в Википедии ошибочная информация. Вы знаете, к сожалению, я вот по этому поводу очень расстраиваюсь, так как сам я из вузовской среды, но, к сожалению, в вузах очень плохое отношение к Википедии, и это чванство вузовское наше, я совершенно не люблю. Википедия – это лучшее, что было создано в России в интернете за последние 10 лет, и если там есть некоторые нюансы, есть недостоверности и так далее, это просто вы не понимаете современной реалии. Больше не будет достоверных энциклопедий, энциклопедий вообще больше не будет в бумажном виде. Не рассчитывайте, что появится новая советская энциклопедия, которая полностью опишет наше время. Этого больше не будет. Будут ресурсы типа Википедии, и надо уметь с ними жить, уметь понимать, что в них достоверно, что недостоверно, уметь от них переходить на ресурсы, на первоисточники, и таким образом находить истину. И об этом будет второй рассказ Софьи Багдасаровой. Остальные же ее 8 вебинаров будут посвящены вопросам искусствоведения и истории искусства. И вот послушайте, как примерно звучат ее темы. Почему античные статуи обычно обнажены, или про то, как греческий идеал красоты повлиял на мировое искусство. Почему в Средневековье любили изображать, будто бы беременных женщин, или про то, как искусство связано со страхом смерти. Такие длинные названия, да, слегка завораживающие. Это, поверьте, ее темы очень интересны. И всем, кто интересуется искусством, прежде всего, конечно, вашим преподавателям искусствоведения и предметов, связанных каким-то образом с искусством, таких, как там, историей и литературой искусства, истории искусства и так далее. Я приглашаю на эти вебинары, они обещают быть очень интересными. Ну вот и продолжение их тем, тем Софьи Багдасаровой. Ну вот, например, такие, как как Наполеон потерял власть, но навеки изменил мебель и фарфор, и как это аукнулось в эпоху советского НЭПа, ну и так далее. То есть, темы, которые редко всплывают, но которые могут быть очень интересны как вам, так и вашим студентам. И эти темы, записи этих вебинаров потом вы сможете использовать как дополнительный обучающий материал по темам, связанным с искусствоведением. Поэтому всех прошу прийти. Я просто неравнодушен к этому автору. Я ее слушал и знаю, как она может увлекать. Например, Софья только летом этого года впервые открыла свой YouTube-канал. И вот буквально за три месяца собрала уже две с половиной тысячи подписчиков просто на одной единственной идее. У нее есть идея, рассказ об одном об одном художнике за 40 секунд. Вот попытка сформулировать два-три тезиса, по которым легко можно распознать того или иного художника. Вот на этой идее она получила за три месяца две с половиной, ну, примерно две-триста подписчиков, что на самом деле очень непросто. Следующий наш замечательный абсолютно автор это Марина Орешко. Марина Орешко вам понравится тем, что она тоже из среды библиотекарей. Это она одновременно начальник сектора в одной из библиотек Мурманска. И, с другой стороны, этот человек наш от электронного учебного контента, который знает инструментарий и знает, как преподать библиотекарям знания инструментария с тем, чтобы они свою деятельность сделали бы лучше. И вот ее вебинары, они немного пересекаются с моими, потому что мы говорим иногда об одних и тех же вещах. Но я больше делаю ударение на то, как эти инструменты применять преподавателям и авторам учебного контента. А Марина больше ориентирует свои вебинары на библиотекарей. И, я думаю, поэтому вам будет ее очень интересно слушать. Будет она говорить про интерактивное видео, а тоже о лентах времени, о цифровых историях, виртуальных выставках, электронных играх в библиотеке, о мобильных устройствах в библиотеке, о литературной инфографике, о скрайбинге и анимации, о цифровых путешествиях и виртуальных экскурсиях, о библиотечном видео и так далее. В общем, приходите к ней, тоже не пожалеете. Ну и давайте я расскажу об отдельных вебинарах. Мы уже потихоньку движемся к концу. Об отдельных вебинарах наших экспертов. Вебинар, который уже достаточно скоро будет, 19 октября, Дениса Ажигина, технического директора компании NanoSoft. Этим вебинаром мы немножко разбавляем нашу отчасти гуманитарную тусовку, в которой тематика наша, она, конечно, более гуманитарный характер имеет. Ну а вот этот человек расскажет нам о системах автоматизированного проектирования. И сам он является представителем, техническим директором компании NanoSoft, которая на российском рынке представляет одну из САПР. Поэтому, если среди вас сейчас есть представители технических вузов, расскажите, пожалуйста, на своих соответствующих кафедрах о том, что такой вебинар будет. И это будет достаточно интересный вебинар. Следующий наш эксперт, математик и старший аналитик в компании Stepik Максим Скрябин расскажет об анатомии визуализации. Ну, об инструментарии визуализации мы вам расскажем. Расскажут другие авторы вебинара, в частности, я и Марина Орешко. А Максим расскажет о более глубоких вещах, о том, как строится визуализация, по каким параметрам производится визуализация. Сам он уже почти год работает в замечательной компании Stepik. Это платформа для открытого онлайн-образования. И занимается в ней учебной аналитикой, большими данными. То есть, такими высокотехнологичными вопросами. Ну, в частности, занимается аналитикой с точки зрения при массовом посещении курсов, какие темы являются эффективными, какие нет, какие тесты являются эффективными, какие вопросы нет, как отбраковывать некачественный учебный материал и вообще о качестве электронного материала, учебного материала. В частности, Максим является председателем комиссии по... забыл, как это называется... конкурса на лучший электронный курс на предстоящей в октябре выставки AdCrunch и конференции. Вот. Очень интересный человек. Ну, кроме того, он еще и математик. И в этом смысле с ним тоже интересно всегда поговорить. Вот он нам сделает такой вебинар. Следующий вебинар совершенно в другом ракурсе. Это вебинар Юрия Майского. Он преподаватель с многолетним стажем в компании СКБ «Контур». Но, кроме того, Юрий еще и декламатор, певец. И поэтому он хорошо знает вопросы, связанные с управлением голосом. Поэтому, если вы лектор, если вы ведущий вебинара... Вот вы видите, у меня сейчас хрипит голос. Это, наверное, потому что я перед вебинаром не выполнил упражнения, которые советует Юрий. Вот Юрий вам расскажет о том, как привести свой голос в хорошее состояние. С тем, чтобы вы долгое время могли заниматься лекторской деятельностью. Или вебинарами. Или другой подобной деятельностью. В общем, подскажет вам, что делать вам с вашим голосом. Чтобы у вас все было хорошо при общении с вашими студентами и слушателями. Следующий наш автор. Автор из Сахалина. Преподаватель математики Иван Травкин. Вы знаете, когда я звал Ивана, он сказал... Ну вот, про других вы пишете. Руководитель компании. А что можно написать обо мне? На самом деле, есть такие удивительные люди, которые, не обладая какими-то высокими должностями, являются настолько интересными, что их постоянно приглашают на мероприятия. К ним прислушиваются люди высокого ранга. И вот одним из таких людей является в области, связанной с онлайн-образованием, Иван Травкин. Вот, я знаю уже в течение пяти или шести лет, совершенно замечательный, интересный человек. И я думаю, что его тема программирования образовательной среды, это будет хороший пример совмещения таких высоких философских идей по поводу образования и конкретного инструментария. Ну, его вебинар еще не скоро, 10 января. Сразу после праздников мы окунемся вот в такую сложную тему. Вот, тоже приглашаю его. 6 февраля выступит Марина Эрштейн, доцент кафедры русско-зарубежной литературы и издательского дела Башкирского государственного университета. Я специально пригласил одного из преподавателей вузов с тем, чтобы она поделилась своим опытом в создании электронного учебного контента. Это человек, который ходил на наши вебинары, ну, в частности, на мои вебинары. И она расскажет, что как раз, что получается, когда человек осваивает весь тот инструментарий, доступный бесплатный инструментарий, который есть, о котором мы, в частности, с Мариной Орешко будем рассказывать. И как это воплощается в конкретные учебные программы, в конкретный опыт работы со студентами. То есть, это такая обратная связь со стороны преподавателей и авторов, рефлексия по поводу наших вебинаров. Вот, очень хотелось бы. Она просила, правда, отодвинуть свой вебинар на февраль, потому что хочет использовать еще и опыт текущего семестра. Я думаю, что это будет очень интересно для преподавателей понять, что же можно, в конце концов, как можно видоизменить свою деятельность, чтобы идти в ногу со временем. Ну, и, наконец, вот последний по времени, но не по важности вебинар. Это Андрей Володин, которого я очень люблю, доктор, прошу прощения, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторической информатики, исторического факультета МГУ. Тоже представитель преподавательского состава. Его тема очень интересна тем, что она междисциплинарная. Это тема о связи истории и вообще гуманитарных дисциплин с современными цифровыми технологиями и как цифровые технологии меняют подход, гуманитарные подходы к своим наукам, в частности, к исторической науке. И что теперь в эпоху интернета, больших данных и цифровых технологий можно делать в истории, какие новые, ну, может быть, даже открытия можно сделать на основе цифровых технологий. Как-то я слушал его доклад и в МГУ он ведет аналогичные, у магистров аналогичные занятия. Это очень интересно и я вас приглашаю тоже на этот вебинар. Он состоится в конце февраля. Коллеги, все. Я даже потратил лишнее время, лишние 12 минут, но немножко не уложился. Я надеюсь, что сегодняшний, может быть, достаточно эмоциональный мой рассказ, он вас побудит к тому, чтобы вы записались на эти вебинары. Мне очень нравится наша нынешняя программа. Я очень хотел довести до вас, чтобы и вам понравились наши темы и наши слушатели. Ну, и я, собственно, приглашаю вас на эти мероприятия. Прошу любить и жаловать наших спикеров. Приходите к нам на вебинары. Что ж, коллеги, есть ли у вас вопросы? Да, мое, собственно, конечно, этот вебинар был не такой, по которому можно задать много вопросов. Ну, вот я надеюсь, что я свое отношение к нашим передал. И хотелось бы, чтобы оно передалось вам. И еще одна просьба. Если вы видите, что какие-то темы интересны не вам, а кому-то в вашем вузе, в вашей компании, в вашем учебном заведении, пожалуйста, запись этого вебинара будет готова, ну, примерно через несколько дней, может быть, через неделю, в конце, в четверг следующей недели. Дайте, пожалуйста, ссылочку на эту запись вашим сотрудникам, чтобы они могли прослушать и принять решение об участии в наших вебинарах. Ну, что ж, коллеги, спасибо вам за то, что вы пришли на наш сегодняшний вебинар. Я подожду еще примерно полминуты, может быть, все-таки какие-то вопросы будут. И будем потихоньку с вами прощаться. Напомню, что наш следующий вебинар, не буду здесь давать ссылку, это будет вебинар Марины Орешко. Не буду давать ссылку, сами найдете, если надо, в расписании, потому что на этот вебинар записалось уже почти 200 человек. А место у нас только для 100. Ну, что ж, коллеги, если нет ваших вопросов... Да, Ирина Анатольевна, спасибо. Я думаю, с Мариной будет интересно. Она вообще бывалая ведущая вебинаров, вот только у нас она пока не вела. А вообще-то это человек с огромным опытом ведения вебинаров. Ну, что ж, коллеги, тогда будем прощаться. Встретимся с вами на вебинаре Марины Орешко. Ну, как всегда, я буду представлять вам всех спикеров в начале вебинара. То есть я такой ведущий на все вебинары ваши. И ваша путеводная звезда. Если вам нужна информация, запишите мой мейл и даже телефон. Можете со мной общаться и задавать все вопросы по проекту Директ Академия. Вот, итак, до встречи в понедельник на 12 часов на вебинаре Марины Орешко. До свидания. Всего вам хорошего. Хороших выходных. Спасибо. 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 Спасибо.